Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Пару-тройку недель назад я посетил в качестве участника фестиваль столярного дела 2024. Фестиваль проходил практически у подножия Москва-Сити в экспо-центре. Сам фестиваль практически не видел, но прилип к токарным станкам на мостскладе. Несколько раз только вырвался там походить по рядам, но надеюсь если в следующий раз попаду на этот же фестиваль, больше внимания уделю самому фестивалю. Но не будем о печальном, потому что все-таки вот несколько плюшечек с фестиваля я себе привез. Ну вот например фартук у мостсклада выхватил. Ну а как вы хотели, что мед качать и руки не облезать? Конечно на халяву выхватило такой фарточек у них. Ну и вот одно из приобретений, что я привез из Москвы. Подошел к стенду Tool Direct, у них там как раз появились новые фрезы под названием резец. Смотрите, взял их тут целую коробку, но именно коробку, вот сколько в коробочку, которую нашел там же. Ну говорю, что у вас коробочек нету, они мне предоставили такую коробку, вот сколько фрез сюда поместилось, столько сюда и упаковал, потому что фрезы действительно недорогие. Это вот такие дисковые фрезы, разной толщины взял, к ним же взял и саму держалку. Держалка с подшипником, единственное, что конечно я люблю, чтобы хвостовик был на 12, но в этот раз только восьмерки. Восьмерки, ну знаете как говорится, нету сливочного масла. Жарим яичницу на маргарине, вообще не буду показывать фрезы, не имеет смысла, они в этом ролике участвовать не будут, ну и не хочу, чтобы это выглядело как реклама. Ну а видео будет, в котором сравним дешевые фрезы с дорогущими. Тем более часто спрашивают, стоит ли покупать что-то очень дорогое, имеет ли в этом смысл. В этом видео я и постараюсь ответить на этот вопрос. Смотрите, есть у меня фрезы для выравнивания поверхности, покупал их, ну вот до вот этого глобального подорожания. Казалось, что они были не так дороги, теперь конечно цена космос, но фрезы тоже практически космических технологий. Вот это Димаровская фреза, великолепная фреза, выравнивал несколько поверхностей, потом ее убрал в сторонку и сейчас ее использую только для филенок. Но если кому непонятно как это использовать для филенок, я как-нибудь покажу в одном из видеороликов. Есть у меня для выравнивания поверхностей вот такая фреза ротис. Ну практически то же самое, только здесь пластинки стоят вот ровно к поверхности, вот эти режущие грани, ровно к поверхности стоят, но у этой фрезы есть конечно минус. Смотрите, здесь Димар они постарались и сделали ножку подлиннее, чтобы ее можно было использовать на каретке с ручным фрезером. А вот это все-таки подходит больше для ЧПУ, потому что там каретка не нужна в принципе, там же сам станок и есть каретка. Ну не скажу, что это прям критично-критично, при должном понимании как это работает, если каретка у вас не сильно такая мощная и погружение у фрезера достаточно глубокое, в принципе это можно использовать. Ну я же использую как-то, да? эти фрезы у нас сегодня не будут участвовать в видеоролике, будут участвовать в сравнительном таком видео обзоре вот такие две фрезы. Если их нельзя назвать полностью близняшками, то двойняшки они точно. Обе фрезы с хвостовиками 12 миллиметров, высота 84 миллиметра и диаметр по-моему 52 миллиметра или 51... 52. Димар выглядит немножко помассивнее, резец более изящно сделан, при этом не создается впечатление, что здесь сэкономили на металле. Ну и смотрите, вот здесь ножи стоят, ну практически перпендикулярно поверхности, а здесь под углом. Вот здесь зубчик снизу остренький, у димара он скошен. Ну и вот здесь видите, такое углубление, фреза здесь явно полегче, но не знаю с какой целью это сделано, то ли действительно экономили на металле, то ли хотели просто полегче сделать резец. Димар все-таки потяжелее фреза. Эта фреза абсолютно новая, это после нескольких лет работы у меня уже была в заточке. После этого я ее применил только один раз, но будем считать, что она тоже новая и сравнивать в данный момент их возможно. В чем еще разница? Вот здесь напайка, конечно, у димара чуть-чуть толще. Просто эту можно будет отдать заточку, например, там 8 раз, а эту может быть 6. Ну я такие цифры привожу, имея ввиду, что вообще в усмертих когда не убивать, то их вот столько раз можно заточить. Но, конечно, если совсем их укокошить за одну какую-то работу, то наверно и максимум две заточки тут получится, что там, что там. Все ведь зависит от твоего отношения к инструменту. Да, еще немножко такого ликбеза. Я спрашивал у представителей Димар, почему фрезы Димар такие дорогие? Был ответ такой. Компания вкладывается в разработку, в тесты, тратит время на то, чтобы эту фрезу придумать, провести какие-то тесты, ну и только после этого приступить к продажам. Китайцы, они не морочатся ведь с этим, они просто копируют. Копируют иногда точно, копируют иногда не совсем точно, но не вкладываясь в разработку, а просто делая копии, у них себестоимость ниже, поэтому они могут себе позволить вот и цену выставлять ниже. По большому счету, кому вера не позволяет копиями пользоваться, может себе покупать фрезы подороже, но для большинства мне кажется непринципиально такая позиция и многие с удовольствием покупают копии. Ну и дальше болтать не будем, ставлю сюда каретку, первую установлю фрезу Димар, выровняю поверхность с одной стороны, переверну, ставлю вторую фрезу, вот эту оранжевую копию, выровняю вторую поверхность и покажу результат. Мне кажется такой тест в одинаковых условиях это самый правильный тест, никого ни к чему не призываю, просто показываю как это работает и не более того. Напомню, это была фреза Димар, это торцевая разделочная доска, здесь хаотично расположены дубовые и ясеневые вставки, ясень по торцу он хорошо обрабатывается, он достаточно такой плотный, капилляра у него поменьше, а вот дуб, дубок, у него капилляры достаточно крупные и фреза бывает немножко их как бы подрывает, может на большом мониторе будет чуть иначе смотреться, но в любом случае это ведь я так не оставляю, это сначала буду шлифовать вот на барабанно-шлифовальной машинке и потом эксцентриковой еще пройду, потому что от барабана шлифовальной остаются полосочки, даже если там три раза шлифовальную бумагу меняешь, ну там 80, 120, 150, все равно риски остаются, поэтому орбиталочкой надо все убирать, а значит меняем фрезу, переклеиваю доску кверх ногами и обрабатываем с той стороны. Ну и опять без склеек покажу сразу. Вот здесь в начале чуть не приноровился, тоже тормозил, но дальше понял свою ошибку и попер. Попер делать как надо, видите, никаких больше прижогов нет. Поверхность такая же, ровненькая, без сколов, как от Димар, ну как я и говорил, деду. Вот это дуб бывает чуть-чуть на торцах лохматится, вот у Ясеня такого не бывает, но это все шлифовкой уберется. Фрезой главное поверхность выровнять, такую черновую, начисто ей по-любому не сделать, всегда требуется шлифовка. Ну и на этом сегодняшний коротенький видеоролик, будем заканчивать. Ага, соседи уже проснулись, не успел я в тишине доснимать кино, да. И сегодня выходной день, самая работа, работать. Ооо... Ссылку на магазин, где эти фрезы брал, оставлять не буду, чтобы это не выглядело как реклама. Сами прямо наберете в интернете Tool Direct фрезы и сами можете посмотреть цены от AliExpress, ну практически не отличаются. Ну а дальше все все знаете, кому информация была полезна, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь, всем пока! Блин, чуть не свалил... Субтитры сделал DimaTorzok